Google Pixel – настоящий дебют Google на рынке смартфонов. Эта модель пришла на замену Nexus и была создана новым подразделением компании по разработке аппаратного обеспечения. При этом важно отметить, что непосредственным производством Google Pixel занимается компания HTC. Давайте посмотрим, что в итоге получилось из партнерства, при котором Google перебрала на себя весь процесс разработки смартфона. Pixel поставляется в довольно крупной, как для современных смартфонов, в коробке. Внутри пользователь найдет не совсем привычную комплектацию, которая включает в себя, кроме самого устройства, наушники, кабель USB, кабель USB на USB Type-C, отдельный кабель с двумя коннекторами USB-C, переходник с USB на USB-C, а также блок зарядного устройства. Создавался пиксель для конкуренции с флагманскими смартфонами, а особенно с iPhone. На это указывают как схожие размеры смартфонов, так и некоторые элементы дизайна. Всю лицевую панель смартфона прикрывает стекло Gorilla Glass 4, которое лишь слегка закругляется к краям корпуса. Над экраном находится разговорный динамик со светодиодом оповещений, датчик приближения освещения, а также объектив фронтальной камеры. Все эти элементы расположены симметрично, за что нельзя не похвалить дизайнеров Google Pixel. Под экраном находится пустая область, на которой вполне могли поместиться функциональные клавиши, но их решили сделать виртуальными, как и во всех моделях Nexus, начиная с Galaxy Nexus. Из механических органов управления у Google Pixel есть клавиши включения и регулировки громкости на правом боку. Они хорошо выступают из корпуса, а у кнопки включения еще и рифленое покрытие, так что их без труда можно найти на ощупь. Лоток для сим-карты находится на левой грани, для его извлечения понадобится шпилька. Порт USB Type-C расположен на нижней грани между внешним динамиком и двумя микрофонами, а разъем для наушников на верхней. Интереснее всего выглядит тыльная сторона Google Pixel. Здесь компания использовала нестандартный подход, разбавив цельную алюминиевую основу, вставка из стекла. На ней находится сканер отпечатков пальцев, вспышка и камера. Последняя при этом не уступает из корпуса, ведь его толщина меняется от 8,5 мм в верхней части до 7,3 мм в нижней. В целом Google Pixel не претендует на звание «икона стиля», но и не вызывает негатива. Смартфоном приятно пользоваться, он удобный повседневной эксплуатацией. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне корпуса и работает, как положено флагману. Сначала может показаться, что он медленный, но это всего лишь срабатывает защита от случайных касаний. Для того, чтобы разблокировать дисплей смартфона, нужно не просто положить палец на сканер, а слегка на него надавить. В Google Pixel используется сенсорный 5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек. Как и во всех матрицах подобного типа, у экрана смартфона широкий цветовой охват, который обеспечивает яркие цвета, а также практически эталонный черный цвет. Но сам по себе дисплей Pixel немного холодный, его цветовая температура находится на уровне 7000 Кельвинов. При этом в настройках чистого Android 7.1 нет возможности менять цветопередачу, но появился ночной режим, при котором экран становится заметно теплее, убирая синий цвет. Разрешения Full HD более чем достаточно, чтобы получить на диагонали 5-дюймов четкую картинку. При этом важно отметить, что в седьмой версии Android появилась возможность менять как размер шифта системы, так и масштабировать ее интерфейс. Таким образом можно регулировать количество информации на экране. Как и положено флагману, работает смартфон быстро, за это отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 821, работающий на частоте 1,6 ГГц и 2,15 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, а также хорошо оптимизированный Android 7.1. Скорость интерфейса в Google Pixel действительно просто отличная, приложение запускается очень быстро. Это подтверждается синтетическими тестами, в Antutu смартфон набирает больше 143 тысяч баллов, а в PCMark 4621 баллов. Как показывает статистика самой OS из 3,7 ГБ оперативной памяти, именно столько из 4 ГБ доступно пользователю для запуска программ, при активном использовании смартфона с приложениями Google, соцсетями, менеджерами и камерой в среднем за сутки занято 2,5 ГБ. Со встроенной памятью Google Pixel дела обстоят немного хуже. В младшей версии смартфона установлено 32 ГБ флеш-памяти, из нее пользователю доступно 29,7 ГБ и нет возможности расширить память за счет карт. При этом изначально память занимает операционная система и приложение, поэтому пользователю по факту доступно около 22 ГБ памяти из 32. Тем не менее, с Google Pixel компания предлагает неограниченное облачное хранилище для фотографий в Google Фото, а также 3 месяца подписки на сервис онлайн-музыки Google Music. В Google Pixel используется операционная система Android 7.1, которая мало чем отличается от версии 7.0. Хотя некоторые важные нововведения в новой OS все-таки есть, и они касаются в первую очередь дизайна. В старшей версии используется новый лаунчер с круглыми иконками, а также основным меню, которое выезжает как панель снизу экрана. Новые иконки пока поддерживаются не всеми приложениями, но у Google, по крайней мере, появилось желание как-то их упорядочить. Кроме этого, в отличие от Apple, которая разрабатывала целую новую технологию 3D Touch, чтобы добавить возможность вызывать дополнительное меню, в Google подошли к этому вопросу проще. Если чуть подержать палец на иконках в Android 7.1, то появится всплывающее меню, в котором будут вынесены опции в зависимости от программы. Это не требует использования в смартфоне экрана, который понимает степень нажатия. И в то же время такая система быстрых опций в приложении вполне работоспособная. В целом, по сравнению с Android 6, новая версия внешне практически не изменилась, но ряд небольших улучшений делает ОС лучше. Пользователям точно понравятся новые оповещения, а также новые настройки, которые выглядят более наглядно. Несмотря на то, что Google Pixel пока продается только в англоязычных странах, а также в Германии, в нем есть украинская и русская локализация. Она является частью операционной системы Android, при этом в этой версии, кроме русского языка, можно выбрать отдельный русский для Украины. Еще в день релиза Google Pixel ресурс DX Mark назвал его камеру лучшей среди смартфонов. Аппарат оснащается 12,3-мегапиксельной камерой с диафрагмой со значением 2.0, а также фазовым и лазерным автофокусом. При хорошем освещении камера снимает действительно отлично, захватывая даже мельчайшие детали. При плохом освещении детализация падает, но здесь на помощь приходит режим съемки HDR+, который как будто дорисовывает детали на шумных снимках, сделанных при плохом освещении. В целом отметим, что камера Google Pixel снимает действительно отлично. Ей немного не хватает оптической стабилизации, что хорошо заметно при съемке видео. Последнее можно записывать в разрешении вплоть до 4К. Хороший фотомодуль, а также программное обеспечение делают смартфон Google одним из лучших в категории «Навел и снял». Опция HDR+, которая может быть активной постоянно, позволяет не заморачиваться с настройками, а просто делать качественные снимки. Фронтальная камера 8-мегапиксельная с диафрагмой со значением 2.4 и фиксированным фокусом. У нее не очень широкий угол, но в целом для селфи ее будет достаточно. Встроенный в Google Pixel Аккумулятор имеет емкость 2770 мАч. Его заряда хватает на полтора дня работы в режиме средней нагрузки, которая включает до 20 минут звонков в день, активную фоновую синхронизацию приложений, работу с почтой, мессенджерами, соцсетями, до 30 минут онлайн-видео, а также до 20 снимков камерой. В тесте батареи PCMark смартфон под нагрузкой разрядился со 100% до 20 за 6 часов 48 минут, что является хорошим результатом. Google Pixel – это первый смартфон, который был разработан инженерами Google. И тем не менее, компании сразу удалось составить конкуренцию моделям от именитых производителей. Смартфон получил быструю платформу, хороший дисплей, приятный, хотя не уникальный дизайн и, главное, отличную камеру, а также новый Android 7.1. Это хорошее решение для тех, кто хочет получить Android таким, как его задумали в Google. Сравнить цены в интернет-магазинах на Google Pixel вы можете, кликнув по ссылкам в описании под этим видео. Спасибо, что посмотрели обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok